Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Спасибо организаторам, которым вы связали. Я буду сегодня рассказывать не только про то, откуда берутся какие-то мифы, и про то, как их разоблачали и продолжают разоблачать, но немножечко про то, как бы выглядело блин, действительно, если бы эти мифы были правдой. Потому что как устроена наука? Вообще, в науке хорошая задача, возникают какие-то предсказуемые следствия из наших каких-то гипотез, предположений, теорий. Потом мы смотрим, как устроен реальный мир и проверяем, соответствует ли реальность нашим каким-то прогнозам. И очень часто бывает, что из мифов тоже есть некоторые следствия, но эти следствия могут оказаться весьма забавными, парадоксальными и совсем не такими, как их все представляют сторонники этих мифов. Ну, собственно, первый миф, о котором я хотел бы поговорить, извиняюсь, что он немножко не детский, это телегония. Миф о том, что предыдущие партнеры, женщины, могут повлиять на ее потомство от какого-то нового мужчины. Но речь идет не только про людей, это очень популярный миф еще и у некоторых животноводов, что у животных так тоже бывает. И надо сказать, что миф по телегонии начинался как вполне себе нормальная, легитимная научная гипотеза с вполне нормальными, легитимными научными наблюдениями. А именно, в свое время в этом писал еще Чарльз Дарвин, описывая опыт некоторого человека по имени Лорг Мортон, но Лорг Мортон не имя, но неважно. В общем, Лорг Мортон скрещивал арабскую кобылу с землей и получил гибриды землей и кобылы. Собственно, вид показан гибрид землей и кобылы, но это не то, что получил Лорг Мортон, это другая фотография, но смысл понятен. И дальше эта копыла скрещалась с жеребцом той же породы. И получили жеребята. У этих жеребят были обнаружены полоски на ногах. И, соответственно, Мортон их положил, а дальше Дарвин пересказал, что, возможно, это связано с тем, каким-то образом он какой-то вклад генетический от этой зебры передался потомкам этой кобылы от другого самца. Ну, собственно, науки, если у нас есть какая-то гипотеза, мы можем посмотреть, какие есть альтернативные гипотезы. Ну, вот одна на бывшее влияет на ваше потомство. Интересно, почему только идющие партнеры женщины, а не идющие любовницы мужчины. Есть вопрос, может быть, там будет хитрый механизм, а не только на женщин в мире сохраняется, я не знаю как. Или есть другое объяснение, потому что мы нас достаточно часто сталкиваемся с тем, что у организмов появляются потопки, некоторые признаки, которых не было у родительских особей. Вот один пример, который вы видите на слайде, это так называемый атомизм, появление совсем уж далекого предкового признака у организма современного. Понятно, что у людей постов уже нет, но у далеких предков людей посты были. В принципе, те гены, которые отвечали за формирование такого признака, они где-то там еще могли остаться, и могут быть обратные мутации, или, возможно, какие-то новости, какие-то сочетания генов повторяющие, какие-то сочетания генов, которые были в прошлом, более распространены. И вы можете наблюдать у организмов некоторые признаки, которые были у очень далеких предков. Ну вот, понятно, что мама этой девушки, она не вступала в связи с каким-то хвостатым животным, дело вовсе не в этом, не в телегонии, а вот в таком генетическом эффекте. Ну как нам понять, есть эффект телегонии или нет? Ну давайте будем говорить эксперименты. И такие эксперименты в большом количестве, на самом деле, проводились более 100 лет назад, и самый такой известный эксперимент его проводил человек, а имя Джеймс Кассер-Йорт. Собственно, изначально Джеймс Кассер-Йорт верил в телегонии, то есть он думал, что он пойдет и проверит, и подтвердит, что есть такой вот механизм. Он делал то же самое, что, собственно, делал Орд Мортон. У него случайно получилось, он это делал систематически и специально. взял, специально взял большое количество кобыл, то есть не отгул, а много, он скрещивал сам-сами землю, правда, немножко другой породы, и получал от них большое количество жребет. И, ну, потом. И оказалось, что никакого эффекта телегонии не наблюдается, полосадость не возникает. Тем временем подоспели другие данные, например, оказалось, что в принципе и бывает такое, что у кобылы, которая никогда не скрещилась с землой, и могут тогда появляться детеныши с немножечко полосатыми ногами, что, говорит, пользуясь этой гипотезой о возвратных признаках. Плюс появились опыты на мышах и на колях, где показалось, что то же самое. Эффект телегонии не воспроизводится. То есть можно пытаться скрещивать с организмом, с какими-то другими ложными нападающимися признаками, признаки от первых самцов, которые передаются потомкам от вторых самцов. Тобственно, есть подробная статья на русском языке, описывающая все эти эксперименты. Статья академиков Спирина и Асвадяна у вас это точка был Лорда Мортона, которую можно прочитать, если вам интересно подробнее это изучить. Но, в общем, эффект телегонии на всех животных, на всех мультипитающих, точнее, не воспроизводился. Хотя недавно была одна забавная история, где что-то похожее на телегонию открыли у мух. Ну, мультипитально далекий организм, а что оборужили у мух, была опубликована статья, где брали муху, которая сначала спаривалась с одним самцом, потом с другим самцом. Но первый самец спаривался с ней в такой период, когда это спаривание было причем не приводимым. И оказалось, что от того на какой диете сидел первый самец, зависел размер потомства второго самца. А именно, что если первый самец очень много ел, у него была питательная диета, то потомство от второго самца получалось более крупным. Ну, есть несколько нюансов в этой истории. Первое, что, в общем-то, с сих пор, когда статья вышла, не было каких-то независимых воспроизведений, поэтому, может быть, это и воспроизведется, кто знает, хотя в самой работе особых претензий, в общем-то, нет, с точки зрения технологии. А второе, что, в общем-то, здесь совсем телегонии, потому что здесь не генетический признак передается, а, видимо, это какой-то фактор окружающей среды, когда самец повлиял как-то своим присутствием, там, может быть, на размеры, собственно, этого потомства через какие-то, ну, средовые, не генетические факторы. Так вот, ну и опять же, глухи – это очень далекий организм, относительно неопитающих. Ну, если бы, секундочку, вы представили, что телегония, на самом деле, работает, в том числе, на людях. Что из этого следовало бы? Ну, вот, наиболее яркие апологеты идеи телегонии, это, как правило, люди очень свободные. И они говорят, телегония – это наука отдельственности. То есть она учит о том, что женщине, девушке, не стоит ни с кем вступать в добрающую связь, только вот с одним-единственным мужем, иначе биополе будет там загрязнено. Мы можем почитать некоторые православные граждане, у меня есть такая хрестоматия, мне придавали любви к кафе, 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 кафе и сообщениям кафе Николая II, где, товарищи теологи рассуждают, что вот, если юношу вступил в связь с девушкой, а у нее было до этого 10 любовников, то через нее юношу вступает в связи со всеми вот этими вот любовниками. Ужас! Какой страшный! И вот, людей так запукивают. А мы знаем, что здесь тоже есть отсылки к телегонии, что вот это давно так доказано наукой факт. И поэтому доказывают также необходимости ввести в девственность. Давайте мы, на самом деле, посмотрим на это все-таки как люди рациональные. Утверждается, что некоторые признаки, как у Лорда Боргана, зеброидность не может якобы передаваться потомству. Может быть, наоборот, это наука не о девственности, а наука о разврате, потому что представьте себе, что вы хотите иметь умное, сильное, здоровое потомство. Тогда вопрос, нужно по очереди вступить в себя сильным, умным, красивым. И зарядить свое биополе хорошими генами от всех этих замечательных людей. Потому что очень часто не получается все эти качества в одном человеке. Ну, так бывает. Все мы с изъянами. А так можно получить потомство без изъянов. У меня особенно нравится идея предводного применения в продуктивной медицине. Потому что так бывает, что вот есть пара, мужчина и женщина, и они являются носителями каких-то нежелательных, неблагоприятных генетических вариантов, которые вот в такой неправильной комбинации, которая у них возможна, может дать какое-нибудь серьезное генетическое заболевание. Ну, например, муковисцидоз. У обоих родителей этого заболевания нет, потому что они просто являются носителями вредной мутации. Но, если они что-то связь, то с градусом, допустим, 25% у них родится больная рыба. Ну, просто подключить третьего, у которого обе горьки гена хорошая, и вы получите совершенно замечательную альтернативу тому, что делают сегодня. Искусственного благотворения, спирантальной диагностики, отбором второго эмпиона, с последующим его имплантацией женщины в глаза беременного. То есть, если бы не теология, извиняюсь, если бы Телегония работала, то есть в нем были бы совершенно замечательные технологии в области репродукции, но, поскольку Телегония не работает, то я не могу их вам порекомендовать по этим причинам. Движемся дальше. Марк был старый ДНК. В отличие от предыдущего мифа, у этого мифа как бы начинается с самого начала, потому что в общем-то нет каких-то нормальных научных подтверждений или исследований, показывающих, как именно мат разрушает ДНК. Одним из главных сторонников этой теории является кандидат технологических наук Петр Горяев, который известен также утверждением о том, что геном, то есть ДНК, является голограммой, что не просто мат разрушает ДНК, но и мифа может ДНК лечить, почему бы это не значило. Ну, в общем, у него есть еще много таких постарений, но проблема в том, что поймально в том, что гранаука это не публиковалось, ни о каких-то хороших экспериментов не проводилось. Иногда ссылаются так на известный фильм «Великая тайна воды», где, значит, некоторый человек по имени Юсаро Эмото, он, значит, правильные слова или неправильные слова говорил рису, который был в воде. И вот это приводило к тому, что в одном случае если говорить «Я тебя люблю», то он покрывался красивой красной песенью, а если говорить «Я тебя ненавижу», то он покрывался такой, черной песенью. А если его игнорировать, то еще все хуже было. Интересно, что если игнорируют, то все хуже было. Интересно, что останется мировой фонд. Почему мировой океан не покрывается черной песенью, потому что всем не уплевать. А там есть всякие отрасли. Ну, неважно. Мы с некоторыми друзьями в свое время, когда фильм вышел, пробовали воспроизвести эти эксперименты с памятью воды, с заражением воды с помощью хороших или плохих слов. Тут мы все делали по науке. У нас была большая выборка баннер с рисом и другими группами. Мы им сообщали, случайно образом выбирали те банки, которым сообщали плохие слова, случайно образом выбирали банки, которым сообщали хорошие слова, а потом декортировали, и независимые люди пытались оценить, где же протухло меньше. Ну и оказалось, что, в общем, везде протухло одинаково. Так что, в общем, есть те научные фильмы, есть вот такие эксперты, которые заявляют, ну, нормальных научных экспериментов, в общем-то, нет. Но давайте, опять же, представим на секунду, что мат разрушает ТНК. Вообще, разрушение ТНК это очень важный процесс, который используется в современной генной инженерии. Есть такая штука, очень популярная, называется CRISPR-Cas9. Это такие, по сути, молекулярные ножницы, которые позволяют нам разрезать ТНК, по сути, разрушить это в очень определенном месте. И дальше в это место можно подразумевать вставку, можно это использовать для того, чтобы в эти гены выключить. А иногда выключение генов может быть очень важным. есть гены, которые выключали маленьким, круглым чеблячкам статусом, И это подливало им жизнь в два раза, потому что этот ген ограничил им жизнью. Так вот, если мы умеем с помощью генной инженерии включать гены, а теперь представьтесь, и за это борются всякие компании, за то, чтобы иметь право патентовать такую технологию, то можно вам себе представить, если бы мат разрушал ТНК, это бы тоже была бы очень важная технология. Ее бы патентовали, патентовали бы правильные слова, которые бы правильным образом разрушали ТНК. И вот, если сейчас ученые сидят там, геноменеры, лаборатории, они подбирают правильные генетические конструкции, которые должны привить растению какие-нибудь замечательные свойства, устойчивые, суда сухие, еще к чему-нибудь, то в таком странном мире ученые бы сидели и материли эти самые пробивки. Причем, было бы некоторое преимущество подозреваемых ученых в силу того, что материнский, материнский, он регламент, и, может быть, превосходит в некоторых своих аспектах западный материнский, американский, где, в общем, слов не очень много. Так вот, но мы этого не наблюдаем. Но, в результате, надо сказать, что на самом деле звук может влиять на ДНК, может его разрушать, например, ультразвук в лабораториях используется. Правда, очень интенсивный, намного более интенсивный, чем тот, который используется при грузии, при грузии звуковой диагностики, тот ультразвук, он безопасен. Но, если взять концентрированную ДНК и убедить ее мощному ультразвуку, то ее можно разрушить. Это действительно лаборатория используется. в том, как подтверждает оборудование, детство матового шал ДНК, ученые бы намного больше не натерялись. Третья нить, о котором я хотел бы поговорить, это история про то, что сплит возникает не от вируса, от иммунодефицита человека, как считают ученые, а от наркотиков и секса непосредственно. Но, опять же, в этом моменте есть некоторое раздавание. Действительно, есть группа риска для синдрома приобретенного лабораторного дефицита. Иначально, чаще всего, сейчас достаточно много людей, помните, не наркоманов и гетеросексуальных, которые заболевают спидом из-за ВИЧ, но, начально акцентировалось внимание на том, что при гомосексуальной муческой связи люди могут часто заболевать, и что при инъекциях наркотических веществ может передаваться этот самый вирус, и поэтому тоже люди заболевают. Собственно, мы знаем, что ВИЧ передается эффективно через кровь, через погрязненные слизисты, и поэтому такие пути кажутся более эффективными. И, в общем-то, это так. Но некоторые люди утверждают, что ВИЧ вообще не причем. Сами эти формы поведения, далее будут называть рекреативные формы поведения, сами по себе освобивают ваш иммунитет. То есть, неважно, есть вирус, нет вируса, будете заниматься, ходить в кей-клубы, и все будет очень плохо. Как проверить такое утверждение? Ну, у вас есть вирус предыдущих ипотез. Либо вирус прищет, либо не прищет. Давайте сравним людей, которые участвуют в этих рекреативных формах поведения, которые ВИЧ-положительные, и те, которые ВИЧ-отрицательные. Посмотрим, у кого из них разорвется СПИР. И такое исследование проводилось достаточно давно. В 2003 году были прикованные на результаты в Нале Лансет. Взяли группу людей, которые в поведении упадают, группу риска, но отобрали тех начальных групп ВИЧ-положительный, ВИЧ-отрицательный, и сравнивали их суть, через некоторое количество времени. Оказалось, что ВИЧ-положительный СПИР развивается, ВИЧ-отрицательный СПИР не развивается. Это были еще те времена, когда не было столь эффективных средств лечения ВИЧа сегодня. Потому что сегодня было сложно поставить такой эксперимент, потому что мы можем человека ВИЧ-положительного завязать так, что он будет жить столько, сколько обычный человек без ВИЧ, и при этом его не в этой НЕЦИПИЗ. Но вот в те времена проблема была более серьезная в плане наличия каких-то инфигментозных средств, как ВИЧ. И вот эксперименты показали, что миф является мифом, неправдой. Но предположим, на секундочку, что действительно рекреативная форма поведения, о которых я говорил, сами по себе ослабевают ваш иммунитет. Есть вполне себе определенные медицинские истории и ситуации, при которых ослабление иммунитета крайне желательно. Например, для пересадки органов. Пересаживает человек в сердце, почку, еще что-нибудь, и назначает ему в норме какие-то иммуносопрессанты. И это могут быть препараты, которые имеют какие-то побочные эффекты, они могут быть дорогими, они могут быть плохо доступными в определенных территориях. А тут мы можем сказать, ну, занимайтесь креативными формами поведения, только умеренно. То есть, чтобы спид не получить, но нужно снижение иммунитета достигнуть. И то же самое касается аутоиммунных заболеваний, некоторых из которых мы наблюдаем гиперактивный иммунитет, который мы можем немножечко подавить, чтобы был получше человеком. Вместо всех этих гиперактивных супрессоров, очевидно, фарм компании скрывают. И поэтому рассказывают о мифах, о том, что на самом деле лично при чем обидовато эти срывают факт, что обидовато на самом деле креативные формы поведения. Следующая история, да, ну в общем, поскольку это миф, то я не призываю, на всякий случай при пересадке органов используют такие методы восстановления организма. Следующая история, которая меня всегда приземляла, это вообще идея, что у мужчины произошли от амазонок генокрадитов. Генокрадиты это организм, у которых, соответственно, есть полный набор половых органов и половых клеток. То есть, они способны и оплодотворять, и быть оплодотворенными. И интересно, что такого рода мифы в частности защищают некоторые люди, обладающие в учебной степени, я легко скажу, какие, но, вот просто, чтобы вы заценили, один из аргументов, который приводится в пользу этого мифа. Вот он. Мужчин есть соски. Это правда, это факт. Мужчин есть соски. И, соответственно, приходит доктор экологических науш Ирина Владимировна и рассуждает. Ну, эти эмофакитные первоусыпи были женсконабоимы хомосом, поэтому, современных мужчин до сих пор сохраняются атрофированные соски на груди. Это нас не удивляет, потому что это канал РЕН-ТВ. Можно предположить, что РЕН-ТВ сделал свою стандартную личку. Они иногда берут ученых, нарезают и вставляют их против собственной воли. Но в данном случае стоит на сайте Ирина Владимировна, это увидит, что он тоже ставит и в собственном сайте. То есть, это не проблема РЕН-ТВ, это проблема именно Ирины Владимировны. Ну, понятно, что на самом деле в каком-то смысле для людей женский пол является полумолчательным. На Y-хомосоме присутствует ген, его присутствие запускает походу других генов, в свою очередь приводит к тому, что полумолчательный превращается в полумужского типа. Применяется как вам углубим гормонов, ПДС первичного пола, не в этом порядке. Но неважно. Короче, тот факт, что у мужчин соски ни в коей мере не является удивительным фактом. Но это не самый главный аргумент на самом деле, я не хотел бы на нем концентрировать внимание, потому что есть более серьезный аргумент у Ирины Владимировны, который отсылает нас к научной публикации, потому что ей в свое время были опубликованы работы, посвященные реконструкции возраста так называемой митохондриальной Евы и так называемого Y-хомосомного Адама. Кто это такие? И о чем идет речь? Значит, у нас у всех есть клетки. Присутствуют такие штуки, которые называются митохондрии. Митохондрии на самом деле продукт такого древнего симбиоза. Когда-то были одни клетки и другие клетки. Одни каким-то образом поглотили другие, и вот эти литераторы оказались внутри, потом превратились в митохондрии. Митохондрии занимаются прежде всего всякими дыхательными функциями, они такие внутренние дыхательные фабрики. И интересно, что у этих митохондрий осталось своё собственное ДНК. И митохондрии передаются исключительно, по крайней мере, у питающих, они передаются от женщины к её потомству. то есть используется материнское наследование из гидцегенов митохондрии мы получаем свои. Известно, у каждого человека митохондрии от его мамы, а у каждой мамы митохондрии от её мамы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. При этом мы знаем примерно, как происходят мутации в митохондриях, это ДНК, в принципе, мутирует. Мы знаем генетическое разнообразие митохондрии как у разных представителей разной популяции, и мы можем прикинуть, как давно жила такая женщина, от которой мы все унаследовали свои митохондрии. Эта женщина не была единственной женщиной, были другие женщины, параллельные, от которых мы получили, возможно, другие генетические элементы на обычных хромосомах, хромосомах. Но такая вот женщина, которую мы получили в получении митохондрии, в которой она существовала, и мы можем оценить примерно ее возраст. Вот вторая была оценка где-то 140-20000 лет назад, и потом прокомментируют, что это конечная оценка. Дальше то же самое можно сделать с Y-хромосомным адаптом. Это некоторый мужчина, от которого все мужчины получили Y-хромосомы, потому что Y-хромосомы передается, соответственно, от отцов к сыновьям, к женщинам, потому что Y-хромосомы нет. И, соответственно, можно так, как по своей технической разнообразии Y-хромосомы в рамках популяции, посмотреть, как давно должен быть мужчина, от которых все современные мужчины получили Y-хромосомы. И вот видите, сто тысяч лет назад. И видите, есть некоторая разница. И Ирина Вадимировна, тоже я стремился к тому с вами, тоже великую разницу. И говорит, Ева старше Адама на десятки тысяч лет эволюции получается, что на планете в течение многих веков было абсолютно женское население. Вернее, царство, женщинские ухранители, которые могли не рожать и удовлетворять. Я считаю, это верфинально. Ну, как я уже говорил, да, технериальные Евы не бывают единственной женщиной, были другие женщины, эти другие женщины у нас несли генетический вклад в современное человечество, а просто не митохондральные свои ДНК. Вот, есть замечательная статья Георгия Базыкина, ваш муж-землянин, потому что есть еще непонятные теории, вы видите митохондральные Евы или хомосомные дамы, вот, и Георгий Базыкин, он очень хорошо это разбирает, как на самом деле это все устроено. Ну, вот, собственно, смысл, да, митохондральные Евы все современные люди получили митохондры от этой женщины. Так вот, вторая проблема, вторая проблема заключается в том, что более поздние работы в работе реконструкции вот этих вот возрастов, как на Георгий Базыкин, и Георгий Базыкин, этих возрастов, которые на самом деле пересекаются, но на самом деле совсем недавние исследования, где учли, что есть на самом деле еще мужчины в некоторых очень отдаленных популяциях, где очень редко встречаются варианты геотические на элекхромосомы, если их учились, тогда, получается, что элекхромосомы там уже раньше, чем реально ела, то есть, получается, пусть я предсказал, ну, мужчины демокрадидов, я не знаю, то есть, может, не будет в элекхромосомы, я не знаю, как вот это совсем все очень плохо получается, но, понятно, что все это упирается в очень простой биологический факт, из-за того, как бы, если кто-то не в курсе, то два пола есть у всех мегапитающих, и, естественно, это признак, который люди у нас следовали от других мегапитающих, которые были до нас, и в этом, как бы, нет никакой страшной загадки. Ну, давайте на секундочку порассуждаем о мире, в котором, действительно, мы произошли от амазонной геомоскардины. Это же очень интересный был пример, потому что, помните, я показывал вам девушку с постом атомизма, и, соответственно, мы бы ожидали, что, если мутация привела к тому, что из кермофродитов получились современные однополые люди, то, возможно, атомизм, при котором из современных однополых людей получаются такие полноценные кермофродиты. Они бы иногда появлялись и ходили бы среди нас. И было бы это достаточно, ну, так, с вами совсем отражает этот смысл, но неважно. Так вот, мы это были бы очень странные виды с войны набора гениталий. Но мы таких людей не встречаем, и даже, в принципе, в современном месте вы поняли. И, главное, что, ну, окей, мы можем себе представить, что атомизмы такие возникали, но, может быть, мы могли бы тогда и с помощью генной инженерии создать таких геномфродитов, может быть, воздействовать на геномфродитов, я не знаю точно. И тогда мы бы получили геномфродитов в габоратории. И тогда мы могли бы создать мир без мужчин. А вот что Ирина Владимировна считает, было бы свойство такого мира без мужчин, если бы никогда собственно от геномфродитов мы не превратились в те, кем мы являемся. Возможно, тогда геномфродитные осли по-прежнему жили бы в тесном изменении с природой, развили бы в себе экосенсорные способности, решили бы проблемы без войн и агрессии. А если бы не те природные мутации, мы, возможно, общались телепатически, владели левитации, телепортации, использовали на генество животных, расти, но, как говорится, что вырастут, то вырастут. Ну, возможно, когда-нибудь, все-таки, воздействие маржуна ДНК будет вернется к тому состоянию, и все будет замечательно. Следующий миф, это миф о том, что вообще когда-то были «дам и ем». Два человека, единственные человека, два человека, и больше никого, и от них вы все, как бы, произошли. Ну, здесь основным наблюдением, как бы, говорящим о этом мифе, ну, скажем так, есть некоторая книжка, и, в общем-то, все. И на каких научных данных в пользу такой идеи, что когда-то два человека не было. Но давайте мы все-таки рассмотрим две конкурирующие гипотезы. Вот у нас есть представление, что мы потомки двух людей, и есть иное представление, что мы всегда была популяция людей, которые как-то породили то генетическое разнообразие людей, которые мы выглядаем сегодня. Храбо скажу, что убедить картинки не правильные, потому что мы знаем, что люди в казахстане из Африки, соответственно, Адам и Ева, если и были, то они были черные, вероятно. Именно в Африке наблюдается наибольшее генетическое разнообразие, и мы, в общем-то, особо в этом не сомневаемся, что люди при дожде именно откуда. Но давайте тихонечко представим, что действительно только два человека, проблема заключается в общем. Если популяция очень маленькая, если у вас все как-то являются родственниками, то в итоге получается, что вы должны получить новое потомство, новое поколение, у вас неизбежно возникает близкородственное скрище, то есть то, что называют инцестом. И дело не в его баральных аспектах, которые можно обсуждать, а можно не обсуждать, это не очень принципиально сейчас, а дело вот в чем, что если у нас есть близкородственное скрещивание, и у кого-то появляется какая-то вредная мутация, такая мутация, что вот она, когда поломалась одна копия гена, это не очень страшно, а вот если поломалась две копии гена, то это очень плохо, то при наличии большого количества близкородственных скрещиваний и высокая вероятность того, что появится ребенок, у которого обе инцепутации возникнут, возникнут, ну, одна копия гена поломана, которая на одной хромосоме, и другая копия, это уже гена на другой хромосоме, которая осталась от мамы, от папы, и с хромосомой, обе будут поломаны. Тогда вы получаете ребенка с серьезным генетическим заболеванием. Ну, одно из предсказначений, что это была большая проблема такого в воротении, но другая вещь, это мы можем просто на самом деле посчитать, сколько же было, примерно, людей, которые занимались скрещиванием то или иное время назад. Для этого, собственно, используются методы реконструкции, похожие на те истории с актериальной елой или хромосомомом Адамб, как принимается внимание то, что мы должны рассматривать уже обычные хромосомы, и на обычных хромосомах, не половых, у нас есть также генетический обмен информацией между хромосомами, нужно все это учитывать, но, собственно, есть методы реконструкции, позволяющие прикинуть, исходя из того, какого генетического разнообразия людей сегодня, и как оно меняется из поколения в поколение, сколько должно было быть людей энное количество поколений назад для того, чтобы это объяснило современное генетическое разнообразие. Но вот одна из этих реконструкций, сделанная еще в 2007 году, и она в большинственной степени актуальна по сей день, то есть, уточнения, в общем-то, совсем небольшие с тех пор были какие-то, что, когда речь идет про тех людей, из которых получились современные европейцы, те, которые вышли из Африки, то, что называют эффективность популяции, то есть, количество людей, которые вступали активно в в половой процесс. 5 тысяч поколений назад должно было быть порядка 3-4 тысяч человек, иначе как-то не получается, не сходится, не получается того современного генетического разнообразия. А если мы говорим про вообще всех людей, включая Африка, именно в Африке наибольшее генетическое разнообразие людей сегодня, то речь идет про тысяч 7 человек. То есть, никогда не было двух человек, с которыми все получились этапа популяции. На самом деле, бывают истории про виды, которые в процессе своей эволюции претерпевают то, что называют бутылочное горлышко, то есть, сильное сокращение популяции, сильное снижение генетического разнообразия, и это можно отследить, это можно показать с помощью молекулярных данных. У людей на самом деле, тоже бутылочное горлышко, на самом деле. Мы прошли через период некоторого сокращения численности населения, но оно было таким, что все-таки тысячи людей должны были остаться. Если бы такие методы молекулярного показали, что люди прошли через бутылочные игрушки размером два человека, лично я после этого бы пришел к выводу, что гиблия права. Вот честно. Потому что больше ничего этого не следует. Поэтому мне кажется, что то, что мы этого не наблюдаем, является, пусть не логически стопроцентным, но некоторым эмпирическим свидетельством против той картины мира, которую там рисуют картину происхождения человечества. Ну и последний миф, который я хотел сегодня продавать, это миф о том, что мы используем только 10% мозга. Возможно, отчасти популярность этого мифа берется из того, что люди смотрят на популярность предыдущих пяти мифов и говорят, что это точно факт. Возможно, подставляют людей опросы данных в целомах, про то, что большинство людей считают, что вся радиоактивность сделала лучше человечества. Есть некоторые проблемы, но все-таки обычно речь идет не про это, не про какую-то нехватку образования, на самом деле, потому что чаще всего миф о том, что люди используют только 10% мозга, идет вместе с представлением, что если мы активируем мозг в 100%, то мы обретем суперспособность, встанем в сверхние дни, обретем телепатии или еще чему-нибудь, потому что это не экстрасенсы, это как раз те люди, которые мозг используют на 100%. Мы к этому еще вернемся. Но сначала я покажу, что на самом деле бывает такая ситуация, при которой человек утращивает существенную часть своего мозга и при этом продолжает более-менее нормально функционировать. Вот справа показана томограмма обычного человека, слева это был пациент, его история была описана в зонаре Ланцетт, пациент, который сказал гидроцефалии. Это заболевание, при котором образуется большое количество жидкостей в мозге и постепенно, по протяжению нескольких десятилетий, она накапливается и вытесняет вещество в больших полушариях головного мозга у этого пациента. И в итоге он, по некоторым оценкам, потерял около 70% вещества в полушариях головного мозга. При этом, это обнаружили более-менее случайно, он просто пришел на визит к врачу, у него какая-то не очень серьезная жалоба, и врач назначил томограмму, и обнаружили, что у него такая штука в голове. Врачи не злились, потому что, в общем-то, пациент велся совершенно нормальной социальной жизни, у него семья, он нормально разговаривает, социально адаптирован, ну, работать с чиновником. Ай-Кюб у него было порядка 70, то есть у него был некоторый дефицит интеллектуальной способности, ну, не то чтобы несовместимость с формальной человеческой речью, разговором по первой теме, ну и так далее. В общем, то есть, в принципе, эмпирический факт такой возможен. Возможно, здесь сыграло большую роль в том, что это происходило очень медленно, в протяжении, как я уже сказал, нескольких десятилетий, потому что мозг обладает такой способностью к пластичности, то есть, пластичность, способность нервных клеток образовывать новые нервные связи. Когда мы постепенно украшиваем те или иные нервные клетки, то соседние нервные клетки могут в некоторой степени перенимать на себя их функции. Поэтому, может быть, пациент не сильно заметил того, что с ним происходит. Понятно, что есть область в мозге, куда если вот прям моментально взять внести среднее разрушение, и так бывает при инсульте, и так бывает при травме мозга, что у человека может ну, может быть, если дыхательный центр вы просто можете вздохнуть, может парализовать все тело, или руку, или ногу, может быть, все что угодно. по повреждению гипогрампа могут внести в памяти, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, могут быть очень серьезные последствия, даже маленькие повреждения мозга. Но, вернемся, как бы к нашему миру. Есть, например, гипотеза. Одна, что мы используем более 10% своего мозга, альтернативная гипотеза гласит, примерно так. Мы используем весь мозг, но не всегда. Просто есть такие области мозга, которые нужны для определенных задач. Поэтому, когда мы решаем другую задачу, вообще эти области могут лучше иммертилировать. Ну, например, есть моторная кора в голове, которая занимается тем, что она управляет, ну, допустим, движениями скелета мускулатуры под моими руками. Соответственно, если я вам рассказываю лекцию, интегрируется моим моторным моим моторным корам, я начинаю просто рестикулировать. Из этого качество моей лекции не повышается. Если я решаю математическую задачу, у меня активируется моторный корам, я решаю математическую задачу, плюс я двигаю руками и ногами. Опять же, качество моих способностей решательных математических задач не улучшается. Поэтому, когда я бегаю, хрыгаю, мне нужно активировать моторную коруку, когда я сижу на диване и делаю что-то другое, то этого делать не нужно. Это первое момент. Второе место, что есть определение, что нервные клетки, которые по каким-то причинам не участвуют в решении тех или иных каких-либо интеллектуальных задач, они пытаются образовывать новые нервные связи. Их интегрируются в работу мозга, или они погибают. Это один из механизмов того, как мозг функционирует. В общем, каким ключевым, не знаю, ключевой проверкой на такие поиски отразить процентов мозга, мне кажется, было бы посмотреть на тех людей, которые активируются больше одновременно. Ну, например, гиберечество. Бывает, когда внезапно где-то в мозге образуется очень большое расслабление активных клеток, которые придаются соседним клеткам, и возникает такая волна активации, и она может захватить два полушария, два полушария, при самом каких-либо случаях, можно же уговорить жизни человека. Ну, и мы бы ожидали, если действительно люди обрекали процентационные способности для активации сто процентов своего мозга, мы бы ожидали, что у этих людей проявляются эти гениальные суперспособности, не станут супермена, но, к сожалению, вместо этого люди от этого страдают. А именно они в припадке чувствуют себя не очень комфортно для такой ситуации. Так что вывод прям такой. Может быть, в общем, не стоит использовать мозг на сто процентов, а нужно его использовать на сто процентов лишь время времени, в смысле, что надо чередовать, использовать его по назначению, использовать в области мозга те решения, те задачи, которых они предназначены, когда вы их предназначены занимаетесь. Ну и собственно, какой я хотел бы здесь подвести итог, исходя из всего того, что я рассказал. В принципе, задача была не в том, чтобы разобрать конкретно какие-то шесть мифов, а предложить некоторые принципы, как вообще подходить к проверке информации. Вот вам сообщили какой-то занимательный факт из нейробиологии, медицины, еще из чего-то. В принципе, стоит задуматься о том, какие следствия вызывают из этого утверждения. Какие можно вывести утверждения из исходного утверждения и проверить, насколько они парадоксальны, проходят ли они сверху с реальностью. Потому что, на самом деле, большинство мифов программного известных в области биологии, они натыкаются на крайне удивительные и парадоксальные следствия. Ну и, напоследок, несколько материалов, которые будут полезны для того, чтобы чуть подробнее разобраться в тех мифах, о которых я говорил и о которых я не касался в том числе. Есть очень хороший ролик на канале Кверти Алексея Паевского «Можно ли жить без мозга?». Это как раз ролик именно про пациентов, которых по разным причинам существенной части мозга не было, и как они живут, что с ними происходит, и как ученые их изучают. Второе, я уже говорил про статью про «Лонда Болт», но там много больше на самом деле экспериментов по Телегонии. Есть, я сказал про то, что есть миф про то, что спид вызывается именно на креативной форме поведения, на самом деле мифов очень много, есть хорошие видео Максима Казарновского на форму ученых этих мифов, где он эти мифы разбирает. Я не касался сегодня вообще мифа о креационизме, о том, что вообще творец создал все живое, эволюции не было. Ну, по-моему, он скучный, а с другой стороны про него нужно рассказывать целую подробную лекцию, а есть очень хорошая лекция Михаила Никитина, тоже на форме ученых по техникум, где как раз целую лекцию это про креационизм. Ну и вот статью про ваш муж земля, если вам интересно разобраться подробнее в том, как устроены контратные елды, как ее изучают. Спасибо за внимание. Спасибо за вас, я зовут Александр, у меня такой еще вопрос, что мне большинство может быть слышало об исследованиях, которые вышли в 2016 году, по-моему, о том, что создали, ну точно как, не знаю, выявленные, повторные, на полосу, статистическое ДНК, то есть два, то есть основания, и у вас такой вопрос, следующий вопрос, что ожидает наш реальный мир, насколько крутые можно получить белки из этого, более эффективные, может быть, есть ли еще какие-то, помимо Этикрика, то есть основания, может быть, может быть, другие, стабильные, то есть основания. Ну, значит, на самом деле, про статистическое ДНК с дополнительными буквами, то есть обычного ДНК-Н4, клеотида А, Т и К и С, еще две планы клеотида добавили уже достаточно давно, то есть с помощью 2015 года, уже в этом роде, включенными из студоскрипса, вот они просто сделали следующее, они сделали бактерию, которая имела еще две дополнительные буквы, причем они были так устроены, что вот в обычной ДНК А всегда стоит напротив Т, а Г всегда стоит напротив С. И это очень важно, потому что это позволяет молекуле ДНК копироваться, то есть двойная спиралит расцветается на две двеночные цепочки, дальше А стоит напротив Т, К и С, и вы получаете снова две двойные цепочки. А здесь они добавили еще две буковки, так что теперь Х стоит напротив Y, ну, условно так, они имеют другое название, но неважно. И напротив X рекомпирование ДНК этой бактерии ставится Y, а напротив Y ставится X, то есть это такое придаваемое свойство. И это не то, что бактерии не умели эту ДНК, эти новые нуклеотиды синтезировать, нужно было эти бактерии, эти ДНК подкармливать этими нуклеотидами, и они умели эти нуклеотиды в себя засовывающие специальные каналы и дальше при рекомендации ДНК их использовать. Тогда у этого не было, в принципе, никакого практического применения, то есть будет предположение о том, для чего это можно использовать, а позже, вот как раз, может быть, про это еще через несколько лет, показали, что мы можем использовать эти дополнительные нуклеотиды для того, чтобы котировать новые белки. Вот у нас белки состоят из двадцати обычных белки, есть изотика всякая, но в целом из двадцати аминокислот, которые котируются так называемым генетическим кодом, и генетическим кодом сопоставляют три нуклеотида одной аминокислоте. А если у нас вариантов нуклеотидов стало больше, мы можем с дополнительными нуклеотидами закортировать дополнительные аминокислоты, которые, в принципе, не используются. И были получены организмы, которые могли синтезировать белки с аминокислотами совсем новыми. И у этого есть, ну, очень большая перспектива, в принципе, для дизайна какого-то нового белка, генового инженерия, потому что мы не ограничены генетическими аминокислотами, а мы можем хоть по двадцати аминокислотами использовать теоретически. Ну, условно. Поэтому я не знаю ни одного какого-то коммерческого по каждому проекту, который бы взяли, вот мы сделали этих бактерий, вот они сделали новые белки, белки обладают классными свойствами. Такого я не знаю, но я думаю, что это скоро и появится. Спасибо за адекват. Александр, не позволите поапонировать некоторым вашим зрителям в очередь в родном михе. Вы, например, в качестве свидетельства своей правоты упомянули, что, да, несомненно, у всех нынешних текущих видов нынешних лучших есть двух колоколов, и у нас тоже. На этом произошли от них, то у нас руковод был всегда. Позвольте с вами не согласиться. Я вот, например, нисколько себя не сомневаюсь, что у моего предка женщины Генера Продита женщины. Так вот, что если все виды были Генера Продитами? Ну, при этом момент, скажем, Генера Продита, «Аплодисменты» давайте мы это все дождем, потом с автос, и написано «Хочу в Нейчер». Здравствуйте. Такой вопрос. Тоже насчет хемоавкалицизма. Вы сказали, что если бы назначили хемоавкалицизм, то тогда в качестве атомизма появлялись и появлялись. Но ведь и даже в отношении без этого как бы хемоавкалицизм патологически появляются, и как тогда это? Я не знаю, что мы реальными. А вы имеете то, что вы знаете примеры полноценных появлений термократитов? Ну, так в этибете ну, Смотрите, то, что называют термократитами, это могут быть особи, у которых есть объединенные некие признаки женского пола, но это не будет одновременно способности образовывать мужские и женские половые гаменты. В этом ключевой момент. Потому что в этом-то идее Ирина Владимировна, что это были особи гемоавкалицизм, которые могли как год с другом скрещиваться. А вот этого полноценного гемоавкалицизма там не было. Вы можете еще раз выкипить. Я у вас уверяю, что там вещь идет немножко подгубое. Отходя от идеи гемоавкалицизма, мы все знаем про то, что такое 3D-принтер. И, возможно, многие слышали про то, что если поместить стволовые клетки в 3D-принтер, то теоретически можно вырасти, например, орган для клонирования. Ну, в смысле, орган для пересадки. Эта идея с одной стороны звучит безумно, с другой стороны вроде как клонирование уже существует и только лишь исключительно морально-этические какие-то принципы его останавливают. Но, в общем и целом, с одной стороны это звучит безумно, с другой стороны не так уж и безумно, учитывая прогресс науки. А, собственно, правда-то в чем? Можно ли теоретически или практически вообще так сделать? вырастить орган в 3D-принтере? Именно в 3D-принтере. Ну, с некоторыми оговорками, есть несколько историй во первых, для того, чтобы получить какой-то орган вам нужно получить те клетки, которые в этом органе составят. Это одна из задач. И здесь есть очень интересный вопрос. о том, что научились специализированные клетки репрограммировать в то, что называют приоритмотерные клетки, в клетки, способные к дифференцировке в другие типы клеток. Естественно, мы можем получить не дифференцированные, не специализированные клетки для такого удобства человека, а потом, смещая их в некоторые определенные условия теоретические, можно добиться их превращения в тот или иной тип клеток. В некоторых типов клеток как это делать будет вполне непонятно, и есть способы дифференцировать в некоторые типы клеток. Там даже были работники, где получались две дифференцированные клетки в метроматозой. То есть, достаточно специализированные клетки получается, помещая в метроциализированные клетки в определенные условия. Но далеко не для всех таких клеток такой механизм открыт. Поэтому, в принципе, в теории мы могли его получить, создается некоторый каркас для органа, и дальше доносятся клетки, которые либо уже получены с помощью специальной конференцировки, они помещаются в нужном паттерне, дальше проходит некоторое время, клетки образуют другую связь, и вы получаете что-то типа такого органа. Это единственный механизм, который вообще в бумажнике может быть использован. Я не являюсь специалистом по созданию искусственных органов, поэтому я все эти ключи сейчас вам не воспроизведу. Но у меня есть еще такая область как цветание нерв эргоноидов, когда вы уберете дистанциализированные клетки, убираете условия, при которых начинает развиваться непосредственно некоторый аналог новый орган. например, можно получить маленький кусочек мозговой ткани, мозговой орган. И ставить на нем какие-нибудь эксперименты, потому что вы хотите понять ли это заболевание, что происходит с мозгом, нарушается его работа. Вы берете клетки из человека, у которого есть такое заболевание, или вы берете клетки здорового человека и специально с помощью генной инженерии вносите какую-то мутацию, а потом из тех и других театров, включающих мозгового органоида, потом и сравниваете их. Вы можете разглядать отличия в развитии на разных этапах этого развития этой ткани, если чего-то интересного происходит. И идея, что, может быть, в будущем нам не принтер нужно будет придумать, как нам создать такие условия, чтобы измерить подобное ответы. вырос нужный орган, потому что эти клетки вы чувствовали, что они находятся, обмануть их, да, оставить их подумать, что они развиваются в медленной части тела, подавли соответствующие химические сигналы. и я не не в курсе того, как это есть инструмент, но они точно сейчас ведутся и последний вопрос. Вы можете потом подойти к Александру и еще позитать вопросы мне в рамках с тем, что не микрофон. Александр, спасибо большое за лекцию, но мне, честно говоря, интересен инцест. Табуный инцест ощущает нас близко скрещивания, что негативно влияет с точки зрения активных если я правильно азли понимаю, но если бы это было до конца верно, то нас бы максимально сексуально привлекали совершенно отдаленные гигантические воски. Но мы такой больше часть времени не наблюдаем, если специально не ищем такой контент в интернете. Соответственно, меня интересуют, есть ли какие-то лимитирующие факторы у этого, кроме главного комплекса кистосовестимости. Хороший вопрос, я не думаю, что сейчас в принципе можно дать на него окончательные ответы, а он может выставить и пользу. Дело в том, что это сейчас контакты между людьми, которые очень сильно друг от друга отличаются, они возможны, в том числе и половые. А в большей части нашего эволюционного имени люди не могут передавать очень большие расстояния. В основном так и иначе сталкиваются с представителями максимально близких в себе популяций, соответственно, очень похожих на себя. А то механизмы, как вообще возникают представления привлекательности, у людей представления сексуальной привлекательности резко расходятся в представлениях сексуальной привлекательности у шимпанзе. То есть, мы не находим привлекательными шимпанзе, а шимпанзе привлекательными нас. Обоюдное взаимное чувство. И, естественно, у нас, когда мы смотрим на животных, и, скорее всего, для нас, есть некоторые детекторы. Детекторы признаков, которые нам кажутся привлекательными. И эти детекторы формировались в процессе биологической эволюции. и, естественно, вот что-то такое в чужой внешности мы находим привлекательными. Понятно, что могут быть какие-то табу на инцест, но, при этом, эти детекторы, они направлены в основном на то, чтобы распознавать представителей своего вида, что мы случайно заступили в связь, обогатели свои ресурсы, мы ухаживаем за шимпанзе. Поэтому, в целом, в каком-то смысле, люди похожи на себя находим те самые признаки, которые должны у нас предварить впечатление. И, в некоторой степени, эти признаки мы находим в людях, которые на нас меньше похожи, с других, отдаленных территорий. Но оптимальный профиль привлекательности эволюцион формировался не для того, чтобы распознавать тех людей, которые, в принципе, никогда не видели, наши предки никогда не видели, потому что мы с ними никогда рядом не жили. Должно доходить до оптимальных партнеров или партнеров среди тех людей, которые похожи на нас. Я думаю, что в таком ключе я бы не положил, почему так оно происходит. Но, может быть, я ошибаюсь, а может быть, на самом деле, если так тайно всех опросить, на крайне, что он всем не отзывал. отзывал. АПЛОДИСМЕНТЫ отзывал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ